Как ты относишься к потребительским отношениям? Как в бытовых моментах стараться не реагировать, если что-то раздражает? Почему после нескольких лет пропадает тяга к мужчине? А могло ли быть по-другому? Что я сделала не так? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня будет видео такое по запросу одной из девочек, которая в последнее время ко мне обратилась. Но на протяжении долгого времени ко мне обращалось много девчонок. Говорили большое спасибо за мои видео, которые давно-давно я снимала. Это видео на тему отношений мужчины и женщины и любых других взаимоотношений. У меня на эту тему даже есть отдельный плейлист на моем канале. Но как-то со временем я перестала снимать подобные видео. Потому что они набирали не очень много просмотров. Я уже начала тогда расти очень активно. И, конечно же, старалась быть на гребне волны, снимать какие-то популярные видео. Но любовь к взаимоотношениям, любовь к разговорам об этом, любовь к своему опыту, любовь к своим знаниям, стремлениям и успеху в этих отраслях, честно говоря, она никуда не делась. И вообще болтологические видео о взаимоотношениях – это одни из самых моих любимых видео. Это одно из самых моих любимых времяпрепровождений. Поэтому я была всегда очень рада, когда вы возвращались к каким-то видео старым. Кто-то пересматривал, кто-то со мной уже давно. И каждый раз говорили большое спасибо, что эти какие-то видео могли повлиять на вашу жизнь. Открыли где-то глаза. И я понимаю, что мой опыт и вот эти все съемки на эту тему были не зря. В своем инстаграме я сделала пост и попросила вас задать вопросы, какие вас интересуют. Опять же, это делала я не просто так. Очень много девочек пишут мне в директ вопросы, раскладывают свою ситуацию, как произошло. Им требуется какой-то свежий взгляд, может быть, а может быть реально просто мой взгляд им требуется. Потому что, в принципе, я снимаю влоги, снимаю вопросы-ответы, да, я часто в прямом эфире. И, конечно же, без темы мужчина-женщина и вообще взаимоотношений в целом, в целом подруги, родители и так далее, темы не обходятся. Я так или иначе отвечаю на эти вопросы. Очень многим импонирует мой взгляд. Я этому безумно рада, потому что я давно шла к тому, чтобы иметь уверенную позицию вообще в этом. Я шла к этому с детства, потому что с детства я была в таком немного непонятном состоянии. Я сама не знала, что хорошо, что плохо, к чему надо стремиться, правильно ли я делаю в той или иной ситуации. Не было никаких особых принципов, да, были какие-то интуитивные, может быть, всплески. Ну, в общем, я себя называла как пакет на ветру. То есть не за что ухватиться, чтобы как-то чувствовать какую-то внутреннюю стабильность и понимание и ясность всего происходящего. Я знаю, что у многих такая ситуация, и это даже дело не в возрасте порой бывает, да, а дело в опыте и в желании, на самом деле, обрести какую-то гармонию внутреннюю, да, обрести покой, обрести понимание и умение выстраивать взаимоотношения с людьми, как с мужчинами, так и с женщинами. Мне кажется, я в этом довольно-таки преуспела. И успешность, на самом деле, во взаимоотношениях, это не говорит о том, что у вас тысячи друзей вокруг, да, что вы не теряете друзей, это не говорит об этом, да. Вы можете быть совершенно одинокой даже в этом смысле, да, не иметь парня, не иметь подруг. Вы даже можете не общаться со своими родителями, грубо говоря, уже, да, такие моменты. Но при этом это будет лучший исход из того, что вы имеете, да. И вы будете считаться человеком, который умеет грамотно выстраивать взаимоотношения. Мы приходим в этот мир уже с каким-то багажом. Мы рождаемся в определенной семье. Мы не выбираем родителей. Много что бывает еще не выбираем, а нас выкидывают на берег, как говорится. Но в наших силах в той или иной ситуации правильно себя вести и правильно осознавать, понимать какие-то вещи. И вот здесь я бы хотела на самом деле подарить вам всем, у кого нет этого, да, свою вот эту уверенность, свою стабильность, свою ясность. Хочется передать весь свой багаж знаний и опыта просто вот по мгновению палочки, да. Но, к сожалению, я так делать не могу. И единственное, что на сегодняшний день в моих силах, это снимать для вас видео и, возможно, отвечать на ваши вопросы. И, может быть, для кого-то это будет каким-то где-то озарением, где-то подсказкой, помощником, может, внесет какую-то ясность. Я буду только счастлива. Пока что я не знаю, как еще можно реализовать себя в этом моменте, да. Время покажет, но тема взаимоотношений – это идеальная тема для меня. И я могу, и я могу, и мне есть, что сказать по этому поводу. Итак, поехали. Я буду отвечать на ваши вопросы, на тему взаимоотношений, а вы уже будете сами судить, смотреть, как я отвечаю. Познакомитесь немножечко с моим взглядом, кто еще не знаком с ним. И сами решите, интересно вам или нет. Можете что-то брать, можете просто проходить мимо. В общем, в любом случае, ваша обратная связь мне нужна и важна. И на такие видео у меня большие планы. Если вам такие видео нравятся, и вы хотите, чтобы я их снимала побольше, я об этом еще скажу в конце, то обязательно ставьте лайк и делитесь этим видео со своими друзьями. Итак, первый вопрос очень интересный. Девушки под ником таким длинным, странным, ни имени, ничего, так бы я по имени обратилась. Она задала очень интересный вопрос. Он меня улыбнул, и я ей сказала, что я обязательно отвечу на этот вопрос, и он будет первым. Может быть, кто-то из вас поймет, почему этот вопрос был первым. Итак, привет, Селена. Меня интересует вот какой вопрос. Как ты относишься к потребительским отношениям? Это когда мужчина финансово спонсирует все потребности женщины, а женщина, в свою очередь, не делает для этого мужчины ничегошеньки. Не варит супы, не стирает носки, не обнимает, не целует, к тому же еще и интим раз в три месяца. Плюс-минус. И вроде всех все устраивает, но складывается такое неоднозначное ощущение, будто они вообще не семья. Будто мужчина этот спонсирует эту женщину из чувства или вины, или из чувства долга, или еще по каким-то причинам. А женщина эта как будто просто хорошо устроилась и активно тянет из мужчины финансовые ресурсы, которыми он обладает и пользуется ими в своих интересах. Вот как ты считаешь, можно ли назвать эти отношения здоровыми? Как вы думаете, почему на этот вопрос я отвечу первым? Да, потому что мне кажется, эта женщина прям хотела, хотела описать мои взаимоотношения. Наверное, она видит так меня. Ну, честно, это первое, что пришло в голову. Возможно, я могу ошибаться, возможно, у нее есть еще одна такая знакомая, у которой также видимые взаимоотношения выглядят так, на ее взгляд. Возможно, мы похожи. Поэтому я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Значит, как ты относишься к потребительским отношениям? Вообще, к потребительским отношениям отношусь нормально. Главное, чтобы это обоих устраивало. У меня вообще во взгляде на взаимоотношения есть не так много критериев, по которым можно судить, хорошие отношения эти или плохие. Для меня самое основное, на чем базируются отношения, это чтобы двух человек все устраивало, чтобы они вдвоем кайфовали. И еще одна отправная точка, да, если с этим все хорошо. Еще один критерий – это чтобы никто от этого не страдал, действительно никто не страдал, чтобы люди не причиняли вред другим людям. И от этого можно уже отталкиваться и смотреть, что можно делать дальше, насколько причиняется вред, по какой причине и так далее. И вот много-много доводов о том, как складываются отношения и как все кажется. И в конце вопрос, вот как ты считаешь, можно ли назвать эти отношения здоровыми. И вот, базируясь на своих вот этих критериях, я скажу, что можно назвать эти отношения здоровыми, если они друг друга любят, если им кайфово именно так, и если никто от этого не страдает, то я считаю, что эти отношения вполне себе здоровыми. Особенно, если эти люди, два человека, растут. И еще я скажу, что почему же женщина ничего не делает? Вот вы написали, да, когда мужчина финансово спонсирует, все потребности женщины, а женщина в свою очередь ничего не делает. я могу вам сказать, что если женщина ничего не делает, мужчина не будет спонсировать ее. Он что, дурак, что ли? Но, значит, она делает именно то, чтобы он ее спонсировал. Если кажется, что она ничего не делает, так именно это она и делает. Она делает ничего не делание для того, чтобы он ее спонсировал. Именно в этот момент, может быть, он чувствует себя охотником, когда он пытается женщину, может, сломить и под себя подбить, а она ничего не делает. И вот он деньгами, 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 чтобы она, наконец-таки, начала что-то делать, чтобы он ее покорил и завоевывает ее, как может, чем может. Вполне себе нормальная история. Поэтому я бы не сказала, да, что если мужчина все-таки отдает, имеет деньги, ужасная женщина, которая ничего не делает, и при этом еще мужчина с ней загибается и реально деньги даже не приносит. Вот это ужасно. Следующий вопрос Динчик пишет. Посоветуйте что-то, пожалуйста. Мы с парнем уже более 7 лет вместе, мы еще не женились, а живем просто вместе. Года 3 назад у нас отношения были замечательные, а сейчас как-то не очень. Он мало внимания мне уделяет, что-то ему говорю или прошу его, это бесит. А бывает такое, что все хорошо. Это по настроению, наверное. Он старше на 5 лет меня. Как быть с этим? Как быть с этим, суть в том, что поменялись отношения. Вот на самом деле, в первую очередь, это разговаривать. Я бы в первую очередь поговорила серьезно, откровенно с человеком. Для меня вообще очень важно сохранять те же самые ощущения, уважение и любовь, как при встрече. Потому что я уже говорила, это в своих старых видео, что когда мужчина и женщина встречаются, когда у них происходит влюбленность, в этот самый момент люди, для того, чтобы понравиться друг другу, раскрывают свои самые лучшие качества. Я всегда была нацелена на то, чтобы эти лучшие качества сохранялись на протяжении всей жизни. Если эти качества куда-то теряются, то отношения меняются, и в этот самый момент нужно уже подумать о том, что делать, чтобы они вернулись. Возможно такое, что этот момент уже упущен, и вернуть то, что было, уже нельзя. Но это не я оцениваю, это оцениваете только вы в своих взаимоотношениях. Поэтому, если первые три года, тем более это долгий срок, все было прекрасно, замечательно, а потом что-то изменилось, в первую очередь я бы поговорила со своим молодым человеком. Я бы, если у вас такой вопрос, что его что-то бесит, то я бы обратилась к нему с вопросом, с желанием ему помочь, с желанием восстановить его внутренний покой. Что случилось? Почему ты бесишься? Что тебе не нравится? Что тебе не хватает для счастья? На самом деле, для меня это нормальная ситуация, вообще разговаривать, и даже, что не свойственно, мужчинам, может быть, да, часто, это интересоваться внутренним состоянием своей женщины, да. У нас в этом смысле с моим мужем полная гармония. Он чувствует меня, любое мое эмоциональное состояние, любое мое недовольство или где-то молчание, то есть он это чувствует на уровне интуиции даже, да. И он всегда интересуется этим. То есть он никогда не оставит меня без внимания с какими-то моими внутренними переживаниями. Он хочет их услышать, узнать и помочь мне их решить. То же самое и с моей стороны. Я буду ходить, переживать. Возможно, у меня другие методы решения этого вопроса, да, не сию же секунду. Я стараюсь всегда давать время человеку, чтобы он побыл, может быть, немножко со своими эмоциями наедине. А потом, конечно же, все равно я приду к разговору. Но я всегда поинтересуюсь, что человек хочет, о чем он мечтает, что его беспокоит, как он думает, это можно изменить, какие планы. То есть я о своем любимом человеке, так же и о друзьях. Знаю все. Потому что эти вопросы я постоянно задаю. Мне они интересны. Мне интересно. Мне не безразлична жизнь человека, с которым я рядом. Поэтому в первую очередь вот такой вот разговор должен произойти. Я думаю, мы все умеем вывести человека на эмоциональный, откровенный разговор. Для этого нужно быть максимально открытым, максимально участным. И человек должен вам, ну, нужно быть искренним, чтобы человек вам поверил, что вы хотите ему помочь, а не обвинить его в чем-то. Что вы искренне хотите решить ситуацию, а не просто сказать, что он какой-то там козел, ты почему так со мной, да? Возможно, мы сами виноваты. Вот надо еще, что держать в голове. Возможно, мы что-то делаем не так, что человек себя чувствует. И даже когда мужчины изменяют и уходят из семьи, я тоже считаю, что мы делаем что-то не так. Реально. Если вдруг в моей жизни такое произойдет, то я не буду списывать все на мужчину, что он у меня там какой-то плохой или еще что-то. И я буду думать, что часть моей вины тоже в этом есть. Недостаток внимания, недостаток, может быть, холодности даже какой-то. Часто бывает, что если мы сильно напираем на нашего мужчину, у него такая ответственность, он должен любить, он должен быть внимательным, там всего-всего, он должен всегда быть рядом, никакой внутренней свободы. Ну, то есть, понимаете, прилипание сильное такое. Вроде, казалось бы, любовь, мы тут стелимся, все для тебя. Это не всегда полезно. Это вообще часто не полезно. И из-за этого, из-за этой липучести часто мужчины уходят на сторону и завоевывают каких-то хладнокровных сучек, да, и чувствуют с ними себя мужиками, добытчиками, самцами, понимаете? А тут липучка дома какая-то. Поэтому здесь нужна гармония. И не всегда, когда мы думаем, что отдаемся полностью, как тряпочка, опять люблю оговорить это слово, да, сложимся перед мужчиной, это не всегда правильно. Здесь нужно, ну, знать этот момент, здесь нельзя так. Мы сами всё рушим своими же руками, мы не чувствуем своего мужчину. И вот такое может происходить. Поэтому для начала откровенно поговорите. Следующий вопрос от Светланы. Привет! Такой вопрос. Как быть более мягче в отношениях? Как в бытовых моментах стараться не реагировать, если что-то раздражает? У меня сразу возникает вопрос. А реагировали ли вы раньше на то, что сейчас вас раздражает? То есть раздражало ли вас это раньше? С самого начала, как начались ваши бытовые моменты, то есть как вы только начали жить вместе. Если не раздражало это раньше, то, скорее всего, причина уже может даже, мне кажется, глубже где-то лежать. Может быть, раздражает просто уже сам человек. Может быть, любовь проходит. Может, возникла любовь к кому-то другому. То есть, что-то поменялось внутри, что начало раздражать. И здесь нужно уже копаться в этих моментах. И как быть более мягче в отношениях? Но опять же, причина вашей немягкости. Если вы такая и есть, немягкая, то, может, мягче и не надо. Может быть, вас именно такую выбрали. Просто порой, знаете, вот еще приходит на ум, я часто сталкиваюсь с тем, что сталкивалась. С тем, что и сталкиваюсь. Да, потому что с мужем тоже бывает сталкиваюсь с этим, когда тебе говорят, я хочу, чтобы ты была такой, такой, мне не нравится, что ты какая-то грубая, может быть, или что ты такая холодная, или черствая, или еще что-то. Но на самом деле этому мужчине не нужно, чтобы вы менялись. Да, ему может где-то напрягать, 90%, это то, что ему нужно. Он выбрал именно вас, он хочет быть именно с вами. Это все прекрасно видно изначально, если вы, конечно, это не скрывали очень тщательно, что вы мягкая, то есть были мягкая кошечка, а потом стали не мягкой, да, то есть тут тогда уже претензии к вам самим. Но если вы изначально и были такие, и вас выбрали такой, то не стоит так сильно прям подстраиваться под человека и слушать все, что он говорит. Надо научиться чувствовать своего мужчину и читать между строк. Во всяком случае, я часто встречалась с тем, что я просто вижу, вижу, что мужчина меня, ну не то, что обманывает, он сам себя обманывает, он сам не знает, что хочет. Очень часто бывает, мы встречаемся, да, такие, какие мы есть, мы влюбляемся в друг друга именно в такие, какие мы есть. Какой-то, я уже описывала эту аналогию, да, мужчина как конь такой свободный, бегает красивый, гривый там своей Маши, да, или так же девушка такая вся необузданная, такая вся красивая, эффектная такая вся. И вот вы встречаетесь, понимаете, и начинаете друг друга менять. Вы встречаетесь и влюбляетесь, вам это нравится, вы именно таких полюбили друг друга, а потом мы начинаем друг друга менять. Ты должен это делать так, мне не нравится это, под себя подминать, и в итоге превращаемся в черти что. И, конечно же, отношения разваливаются, потому что мы не в это влюблялись, мы влюблялись в другое. Поэтому здесь нужно стараться сохранять этот баланс, сильно не подминаться под человека. Все-таки мы должны любить друг друга такими, какие мы есть. И думаю, что именно такие, какие мы есть, мы и полюбили друг друга изначально. В общем, это достаточно философский вопрос. Здесь, конечно, вначале можно врать, быть очень хорошим, хотя нет, хотя нет. Это вот если конкретная прям игра, и прям конкретно вас обманывают, но все же я думаю, что в начале отношений, когда мы только влюбляемся, люди проявляют свои лучшие качества, лучшие. То, на что они прям способны им это делать по кайфу, они не натягивают, они не делают это через силу, они не бегут за цветами через силу, они не делают вам подарки через силу, не делают вам комплименты через силу, они делают, потому что это они хотят. А чтобы они это хотели, есть определенные условия. И эти условия как раз-таки складываются из вот этих изначальных вещей, как вы встретились, то есть вы были такая, он был такой, и это все изначально рождалось с желанием вас внутри. Но со временем, когда мы друг друга меняем, конечно, уже все это проходит, и желание то самое пропадает, потому что желание делать было что-то хорошее, приятное и классное не для измененного человека было, а для другого. Ну, такая вот у меня философия. Следующий вопрос. Почему после нескольких лет пропадает тяга к мужчине? Хоть раньше все было хорошо, вот просто как будто лампочка перегорела, и не могу понять почему. Первая причина это может быть как раз-таки именно в этом, что я сейчас описала, да, то есть мы любим одного, потом его меняем, он ради любви меняется, что-то бывает меняется через силу, что-то естественным путем, потому что это в человеке, может быть, тоже есть, но нам это потом не нравится. Все, перегорела лампочка. Кто виноват? Мы же и виноваты. Ни хрен было подминать, потому что это не то, что нам нужно, мы тоже, бывает, ошибаемся. Второй момент, это вообще базовое, то, что вообще нужно усвоить каждому. Если это понимать и осознавать, то легче смотреть вообще на вещи. Меньше ожиданий каких-то. Все меняется. Нет ничего постоянного в этом мире. Поэтому что-то приходит, оно же и уходит. Это естественно. Из этого создана наша жизнь. Из перемен. Это как данность, это как факт. Поэтому вопрос, почему тяга пропадает, потому что все меняется, она все равно рано или поздно пропадет. Как минимум, в момент нашей смерти. Как бы это ни печально звучало. Следующий вопрос. Привет, хотелось бы услышать оценку ситуации со стороны. У меня уже семья своя, муж, ребенок, но родители изначально не приняли моего мужа. Особенно мама с первых минут и по сей день причина тому обычный парень, а не мешок с деньгами. Хотя вместе купили машину и квартиру. Квартира есть, хоть и в ипотеку. Есть старшая сестра, которую постоянно с детства ставили в пример. А тут еще и зять золото. Какое-то время я пыталась наладить отношения между родителями и моим мужем. Ездили к нему на дачу, помогали, вроде бы все нормально, но вдруг отца не стало. И вся жизнь поменялась. Мама одна, она не хочет менять привычную жизнь, когда она была за папой, как за стеной, и могла все держать в своих руках, контролировать. В течение года мы старались заменить отца. Возили ее, сажали огород. Потом выкапывали дрова, печки. Но все равно все было не так. Постоянно претензии к моему мужу и недовольство. В один момент он психанул и не общается с моими родственниками уже третий год. Я сначала была как между двух огней, но после ссоры с мамой, когда она мне все высказала, и я, что у меня было на душе, начиная с детства. Я оказалась, мягко говоря, неблагодарной дочерью. Я с ней не перестала общаться, звоню по случаю, захожу в гости, но осадок и обиды остались. А также остались вопросы, а могло ли быть по-другому? Что я сделала не так? Ну, для своей мамы вы сделали не так, то, что вы вышли замуж не за того мужчину. Она видела совершенно другую картину вашей семьи. И для нее это все не так. Вот. Но я не думаю, что здесь какая-то особо сильная обида. Во-первых, мы все улетаем из родительского гнезда. Я считаю, что с родителями вообще нужно поддерживать на расстоянии отношения. Если, конечно, складываются они прям гармоничные, можно чаще встречаться, но даже в гармоничных отношениях, если вы живете вместе, постоянно проводите время вместе, все равно будут какие-то стычки, притирки и так далее. И одно дело – это вы, вы ее дочь, она вас там принимает, не принимает у вас свои терки, как бы сами разберетесь, да? А другое дело – еще какой-то ваш муж, которого она тем более не принимает. Поэтому я думаю, то, что тут ситуация вообще естественным образом, не нужно никому ничего навязывать, не нужно мужу навязывать вашу мать, что он должен там за ней прям оберегать, ухаживать, ездить, все это делать. Как бы, конечно, помогать стоит, но не навязчиво, да? То есть помог – и все. Такое отношение, без ожиданий каких-либо. И, конечно же, маму заставлять любить вашего мужа не нужно, потому что это ваш выбор, она любит другое. Она вот любила такого, как ее муж или как там любимый зять, вы говорите, да? Если я правильно поняла. Поэтому, наверное, это идеальный исход. Просто вы живете в разных местах, по случаю, по праздникам созваниваетесь, поздравляете друг друга. Если нужна какая-то помощь, то, конечно же, идите на помощь. И все. И не нужно никаких рассусоливаний, там, вообще, вот этих вот, кто прав, кто виноват, кто что кому что должен. И чтобы у вас не было никаких обид и так далее, просто, знаете, наши родители, они могут быть старой закалки какой-то. У них тоже есть определенное воспитание, определенные свои взгляды. Эти взгляды могут быть неправильными, эти взгляды могут нас ранить, могут как-то на нас влиять. Но когда мы вырастаем, мы уже сами можем влиять как-то на свою жизнь, да? И можем уже, ну, более с пониманием относиться к своим родителям. Не надо на них обижаться, потому что, я думаю, что если бы ваша мама осознавала всю ситуацию, да, если бы она могла полюбить вашего мужа, да, если бы она могла любить, например, не деньги, да, и нежелание, чтобы с вами был обеспечен какой-то мужчина, да, если бы только она могла это сделать, она бы обязательно полюбила вашего мужчину, оценила бы его качество, которое вы цените и любите в нем, да, но она не может. И думаю, она сама от этого не счастлива, если честно, потому что некоторые такие взгляды частенько приносят страдания нам самим, ну, и, конечно же, нашим близким. Поэтому я бы здесь отнеслась с пониманием, но минимализировала просто общение, если оно не складывается. Следующий вопрос, как сохранить с мужчиной такие же теплые и даже страстные отношения, как в первые месяцы отношений? Короче говоря, как избавиться от бытовухи? Мне кажется, ну, я думаю так, да, пока что не было у меня бытовухи, я вам так-то скажу, наверное, бытовухи, бытовухи. Не было как таковой. Вот чтобы я жила с мужчиной, да, но я, конечно же, представляю себе, как это может быть и как это бывает. Так, краем, может быть, я этого касалась, да. У меня есть планы на то, как решать этот момент. То есть, если я что-то не знаю, я вам, конечно же, скажу, что у меня нет такого опыта, я не знаю, но я думаю, 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 что... Во-первых, здесь очень важно разнообразие. бытовуха — это что? Это вот эти постоянные рутинные дела, понимаете? Из них нужно выскакивать. Я очень люблю путешествия, мой муж любит путешествия. Это раз. Самая реализация каждого — это очень важно. Но опять же, это в моих взаимоотношениях, например, да, я понимаю, что я люблю расти, узнавать что-то новое, новые впечатления получать. И для моего мужа это тоже важно. У нас должно быть это. То есть нужно давать возможности своему мужчине и самой расти куда-то, да, что-то, впечатления новые получать. Путешествие — это вообще, мне кажется, number one. Чаще путешествуйте, даже не обязательно куда-то за границу, можно в другой город поехать, просто что-то новое, снять гостиницу даже в своем городе, провести время в гостинице, взять вина, выпить, пойти в клуб, делать то, что вы когда-то не делали, а просто... Да давай попробуем. Да даже если вам это не понравится. Просто новые впечатления. Вот сидим мы дома, да, и давай запланируем сегодня клуб, давай запланируем на следующей неделе ресторан, давай сходим там на карусели, давай сходим в кино, давай сходим еще куда-то. Постоянно что-то новое. На самом деле в нашей жизни столько разнообразия развлечений, невероятное количество. Отталкивайтесь просто от своих денег. Если нет денег, идите в парк гуляйте, займитесь спортом вместе, да, там в парке. Да полно и бесплатных развлечений, что можно найти. Просто приключения какое-то себе сделайте. Это очень сильно объединяет. Особенно когда в поисках новых ощущений каких-то может возникать какой-то страх, там боязнь какая-то, еще что-то. И очень клево, когда в этот момент вы друг друга как-то поддерживаете. Детей можно оставить там либо родственникам, либо пока они в садике днем этот момент решают, да. Вот. Ну, что-то новое. Даже дома, мне кажется, сейчас в самоизоляцию тоже можно что-то интересное. Тут тот же фильм какой-то интересный посмотреть и обсудить взгляды, где-то поспорить, понимаете. Тоже интересно. В общем, нужно искать, искать, искать вот это вот разнообразие, мне кажется, и вливать его в свою жизнь, чтобы отвлечься от бытовухи как раз-таки. Разговаривать, рассуждать, экспериментировать. Ну, лично я буду так делать. Следующий вопрос. Здравствуйте, Селена, у вас очень красивый брат. У меня такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Мы с мужем живем три года, за три года у нас родились двое прекрасных деток. У меня еще и старшая дочь. После рождения детей мы с мужем очень сильно отдалились, хотя я ему время уделяю, и не хожу с грязной головой, рваным в халате. Но мы все равно не разговариваем, даже на самые обычные темы. Грубо говоря, мы живем как соседи. Что делать? Помогите, пожалуйста. А почему вы не разговариваете? Очень важный момент. Вы не разговариваете, или кто-то не проявляет инициативу, или вы идете на разговор, интересуетесь, как-то пытаетесь наладить диалог, а человек с вами не разговаривает. Ой, здесь очень момент такой важный, да, не упустить точку невозврата. Потому что за то время, как вы живете с соседями, ваш мужчина уже мог бы найти, допустим, какую-то другую девушку, да, на стороне. И понятно, что семья для него важна, он может оставаться в семье, и при этом где-то получать эмоции, да. Я это говорю от чего? От того, что я была, можно сказать, тем самым мужиком, который искал себе эмоции на стороне, да, когда жили с кем-то, как соседи, это я от этого понимаю мужчину, да, то есть я не знаю, ходил ли когда-то мужчина от скуки налево со мной, да, но я ходила от скуки. У меня был такой опыт, у меня есть даже старое-старое видео, это такой опыт, который очень много дал мне осознание и понимание, но сам, и понимание других, но сам факт того, что да, есть эта точка невозврата. Мы меняем человека, нам становится с ним скучно, но удобно, он всё делает, как мы хотим, да, но мы хотим жить, чувствовать жизнь, получать эмоции, и начинаем ходить налево. И я вам скажу, что это не от счастья, не от того, что ты какой-то стрёмный урод, как ты так мог, понимаешь? Это от того, что несчастен ты внутри, ты не знаешь, как внутренне себя заставить жить, тебе уже скучно жить, и поэтому всё это дело происходит. Важно разговаривать, поговорите, поговорите откровенно. Если вы живёте даже уже как соседи, вот, например, я представляю, что я уже заметила, да, то есть я профукала все эти моменты, да, где нужно было разговаривать, где нужно было что-то делать уже давно, и всё, и вот уже итог, мы живём как соседи. Но лично я такой человек, что мне тоже, да, нужны эмоции, как бы я бы со своим молодым человеком поговорила о том, что, слушай, ну, у нас сложилась такая ситуация, что мы живём уже как соседи, не как семья, там, да, я бы просто такое дала разрешение на полную свободу с двух сторон, чтобы если уже мы живём так, да, то давай жить так, как бы если мы не хотим, там, рушить семью, детей, да, давай жить так, как жили, только как бы мы будем понимать, что мы можем получать эмоции на стороне друг от друга. Ну, вот для меня, кажется, это такая нормальная история, если уже всё, если мы уже друг друга настолько не любим и не хотим, что мы живём как соседи, да, бывает такой разговор, он может, сейчас многие, наверное, были шокированы, да, но такой разговор, он может, на самом деле, что-то взбудоражить внутри. Половинка может испугаться от того, что как это, одно дело я, а другое дело она, я не хочу. Тем более, если вы говорите, что ходите красивой, нарядной, там, да, и сексуальной, может сыграть какая-то ревность, могут, может что-то проснуться, такой разговор может даже и повернуть в другую сторону ситуацию, но нужно быть готовой действительно к тому, что может и не повернуться. Что человек действительно, может, уже не хочет, уже всё, всё потеряно, как бы, да, но хочет сохранить хорошие отношения и, возможно, согласиться на ваши условия. А может быть, этот будет даже интересный эксперимент в вашей жизни, после которого что-то вспыхнет с новыми красками. Люди разные на самом деле. Бывает, что не вспыхнет, бывает всё, можно почувствовать более сильные эмоции где-то на стороне, и уже это всё в прошлом, как бы, да, вот моя семья, она и семья, и всё, как бы, это отдельная ячейка в моей голове, да, а вот там что-то другое. И в конце концов, если уже дать на это всё добро, мужчина может и официально, как бы, и покинуть семью, тоже к этому нужно быть готовой. Главное оставаться во всём этом друзьями, иметь мужскую поддержку, да, чтобы он, как бы, оставался человеком во всём этом, относиться с пониманием, как бы, без особых претензий, давать больше свободы какой-то, если уже такая ситуация сложилась. Во всяком случае, это то, что бы делала я. А тут уже каждый отталкивается, потому что я не знаю, что, с чем вы пишете, да, вот это сообщение, что у вас внутри, может, вы там его безумно любите, вообще обомыслить о таком не можете. И здесь, конечно, сложнее ситуация, если вы вот так вот мыслите. Уже другой разговор. Я вернулась, сейчас уходила, мне кое-что там привезли, и заодно уже файлы скачала себе на компьютер, посмотрела, что уже очень много времени, я тут говорю, и думаю, что нужно вот это видео закруглить. Ещё очень много ваших вопросов. Я бы очень хотела на них ответить в следующих видео. Вот. Хотелось бы вообще внести такую новую рубрику и даже сделать конкурс на название этой рубрики. Но всё будет зависеть от того, насколько такие видео будут востребованы именно вами, моей аудиторией. Вот. Поэтому, если вам нравится формат таких видео, если вы хотите, чтобы я чаще отвечала на вопросы о взаимоотношении, рассказывала о своём взгляде на это, то, пожалуйста, пишите ваши комментарии, мне очень важна ваша обратная связь. Обязательно ставьте лайки, чтобы это видео появлялось в рекомендованных, чтобы оно набирало больше просмотров, и тогда я думаю, что всё получится. Также рекомендуйте его друзьям. Следующие вопросы. Если это видео хорошо зайдёт, всё будет замечательно, я либо сделаю следующее видео, если всё замечательно зайдёт, и будет хорошо, либо я отвечу на остальные вопросы где-то в прямых эфирах буду отвечать, да, вот как-то так. Ну, я надеюсь, что вам такой формат интересен, и я с удовольствием буду снимать такие видео. Всё, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok